Всем привет, с вами Иван Жданов. Сегодня 15 мая и 446 день войны. Собрали для вас самое важное. Лукашенко заболел, Пригожина подозревает в измене, а Великобритания начнет подготовку украинских пилотов уже летом. Отца пятерых детей забрали на войну, не отпускают назад, а в Турции Эрдоган не смог победить на выборах в первом туре. Продолжается битва за Бахмут, но теперь наступают не только российские части, но и ВСУ. Продолжаются удары по флангам, которые могут быть рискованными для группировки в Бахмуте. Анна Моляр сообщила, что российские войска перебрасывают сюда десантников для подкрепления. А в самом Бахмуте вагнеровцы продолжают движение вдоль улицы Ливаневского, пытаясь захватить квартал многоэтажек. Идут напряженные бои за каждый дом прям. Тем временем Вашингтон-Пост написала, что Пригожин предложил украинской разведке раскрыть позиции российских войск, их слабые места, в обмен на уход ВСУ из Бахмута. У Зеленского спросили об этом в интервью, он ответил довольно нервно, и потом американцы даже удалили этот фрагмент. Пригожин отшутился, сказал, что сейчас в Африке с Будановым. Но история интересна, учитывая, что вагнеровцы сами проводят обмены пленных, контакты с украинскими представителями у них точно были. Сегодня утром в оккупированном Луганске снова звучали взрывы. Удар был нанесен по зданию, где раньше обучали штурманов авиации. Это уже третья атака объекта в городе за последние дни. Российская сторона заявляет о применении британских ракет Storm Shadow. Сегодня опубликали вот такие кадры с обломками. На них есть надписи на английском, но вообще сложно понять, относятся ли они к ракете. Например, еще в прошлом году за обломки боеприпасов в Донецке выдавали детали от двигателя Мерседеса. А Брянской области беспилотник сбросил боеприпас на крышу склада с военной техникой. Пострадали четыре Урала и Гаубица, но надежных подтверждений нет. Пока об этом пишут только в телеграм-каналах. Указ о частичной мобилизации подписан. Во всей стране родственники мобилизованных обращаются к властям. Жены, матери и дети требуют вернуть мобилизованных домой. Люди на этой войне расходный материал. Даже по самым минимальным оценкам потери составляют двадцать две тысячи человек. Спаси свою жизнь. Не ходи в военкомат. Получи помощь юристов и узнавай все новости про повестки в главном телеграм-канале страны про мобилизацию. Мобилизация. Новости. Франция в ближайшие недели передаст Украине десятки бронемашин и легких танков, включая АМХ-10РС. Об этом Зеленский и Макрон договорились в Париже в выходные. Также Франция намерена оказать поддержку ПВО Украины и вместе с ЕС и НАТО обучать украинских военных. Канцлер Германии Олаф Шольц тоже заявил о военной помощи Украине. Германия выделит Украине еще почти три миллиарда евро. В новый пакет помощи войдут танки Леопард-1. И с начала полномасштабной войны Германия уже передала Украине военной помощи на 17 миллиардов евро. И Великобритания направит в Украину сотни ракет ПВО и более 200 ударных беспилотников с радиусом действия более 200 километров. Вероятно, речь о беспилотниках Watchkeeper VK450. А еще летом в Великобритании начнут обучение украинских пилотов на F-16. Рассматривается и возможность передачи Украине этих истребителей. У самих британцев F-16 нет, но они будут способствовать поставкам из других стран. Владимир Зеленский как раз сегодня находится с визитом в Лондоне. Продолжается его длинное зарубежное турне по Европе. С лидерами европейских стран он договаривается о поставках вооружения, которые необходимы для контрнаступления. А Турцию, скорее всего, ждет второй тур президентских выборов. Эрдоган сохранил свое лидерство в первом туре, но не смог набрать 50 процентов голосов избирателей. И местный ЦИК сообщил, что явка на выборах была высокой, почти 89 процентов. Отсталось посчитать результаты голосов, отданных за границей. Лукашенко пропал. Последний раз его видели вот с таким лицом на параде. Это парад победы в Москве. И говорят, не здоровится ему. Да так, что он даже на дне флага, герба, гимна в Беларуси не появился. Это впервые за время его правления. И речь за него зачитывал премьер-министр. Официально власти Беларуси ничего не комментировали, но депутат Госдумы по делам СНГ подтвердил, что Лукашенко просто заболел. Интересно, что 13 мая в Минск прилетел из Москвы самолет, который сопровождал Путина во время его поездки в Казахстан. В Минске он пробыл меньше суток. Возможно, каких-нибудь московских врачей для обследования привезли, что достаточно опасно. В общем, держим кулачки. Летать в России еще возможно, но теперь безопасность гораздо ниже. Вот издание проект выпустило очень крутое расследование о состоянии российской авиации на сегодняшний день. Из расследования стало известно, что Аэрофлот разрешил своим сотрудникам реже фиксировать неисправности самолетов. И правильно, что их фиксировать, если запчастей для устранения неисправностей все равно не хватает. После введения санкций запрета на ввоз иностранных комплектующих безопасность полетов снизилась. В первую очередь это коснулось неисправностей в салоне. Теперь бортпроводники не могут вносить в бортовой журнал заметки о неисправности сразу при их обнаружении, а только после разрешения командира судна. И речь не о сломанной щеколде, там в туалет, например. Самолет компания Аэрофлот совершил вот полет без комплекта кислородных баллонов на борту. Поэтому в случае разгерметизации этого самолета все пассажиры бы погибли. Жертвуют безопасностью ради денег. Очередная группа мобилизованных жалуется на нехватку провизии боеприпасов и элементарной воды даже. Вот вояки из Ульяновска недовольны тем, что несмотря на то, что они пришли добровольно в военкомат, их бросили на передовой без элементарной провизии. Решением для них стало перейти в ЧВК Вагнера. Нас бросают на передовую без всякой провизии припасов, воды. Нет эвакуации раненых. Мы отказываемся нести службу в этом подразделении и просто хотим с нормальными ребятами воевать, защищать свою грозину о компании ЧВК Вагнера. Ну вот, честно говоря, обращение похоже на постановочное. Конечно, проблемы с поставками и командирами у российской армии большие, тут нет сомнений. Но вот чтобы мобилизованные сами просились умирать в составе ЧВК Вагнера, сомнительно. И то, как они это говорят, выглядит немного фальшиво. Не исключено, что это часть пиар-компании Пригожина. В Воронеже. Мобильный пункт призыва на военную службу установили между ЗАГСом и кинотеатром. Но люди в Воронеже, видимо, читают канал. Мобилизация, например, знает, что их ждет, если они пойдут воевать. Ажиотажа, мягко говоря, не наблюдается. Это правильно. В Елабуге мобилизованного отца пятерых детей отказываются возвращать домой. У Вячеслава Демьянова трое своих, двое приемных и один из детей нуждаются в дополнительном уходе по состоянию здоровья. Все дети находились на иждивении отца, но так как не все родные, его посчитали годным для мобилизации. Жена Ирины обращалась в прокуратуру, военкомат, писала жалобы. Все без результата. Мужа отказываются возвращать домой. Поэтому будьте бдительны. И даже если у вас есть формальный повод для отказа от службы, все равно никуда не ходите. Не берите повестку, не пытайтесь ничего им объяснить и доказать. Все равно заберут. Во Владимире провели день призывника для школьников. Устроили квест по станциям. Каждый из них соответствовала своя тема. Вот, например, на станции служба по контракту рассказывали о том, что когда школьников отправят на срочную службу, нужно сразу подписывать контракт. Еще рассказывали про химоружие, саперное дело, военную экипировку. И правда, зачем старшеклассников, например, дополнительные занятия для подготовки к выпускным экзаменам? Ведь по задумке путинской власти после школы подростки должны не учиться, а строим идти умирать в военкомат. Да и последние звонки выпускникам тоже не нужны. Так решило Минобразование в Белгородской области. В населенных пунктах, ближе чем 15 километров от границы с Украиной, линейки отменили. В остальных на местах не решили, что делать из-за ограничения количества участников 300 человек. Интересно, что это тоже входило в план путинской спецоперации, наверное. Вот такие новости сегодняшнего утра. Если вам понравился ролик, не забывайте ставить лайки и писать комментарии. Это помогает продвижение. Еще поддерживайте нашу передачу на Патреоне популярной политики. Спасибо всем, кто поддерживает. Все на экране. И посмотрите вчерашний выпуск самого важного. Там мы собрали все итоги за неделю, но теперь найти чуть сложнее. Это на отдельном канале, поэтому переходите по ссылочке под этим видео. Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok